В Исламе есть очень важное понятие – счастье в обоих мирах. Современное интернет-поколение мусульман часто такое ощущение, что какие-то молодые неудачники либо разрушенные какими-то мелочами в школе или в университете или в начальном этапе работы – личности, которые как-то сильно травмированы и читают Куран с сунну с ощущением какой-то ненависти к другим, неприязни и отвержения земного. Странно, но факт. Но с точки зрения Ислама, если мы говорим о Куране и сунне, то важным является для верующего человека полнота счастья в земном, но здесь много труда, усилий, усердия и полнота счастья в вечном. Здесь уже Божья милость и благословение. И земное усердие, старание, труд являются как раз таки причиной к результату вечному. В этом контексте 4 сура 134 аят в моем богословском переводе. Посмотрите. Это первый том из четырех. В оригинале «Кто стремится к благам земным, то у Аллаха Бога Господа блага и земные и вечные». Он все слышит и все видит. Думая о вечном, нельзя забывать о земном. Фокусируясь на земном, нельзя забывать о вечном. Здоровая пропорция и труд дисциплина в каждом дне. Субтитры создавал DimaTorzok